Московой приехал прямо из фронта. У него погибали люди. И он сказал, я чувствую себя неудобно здесь, в этом месте отдыха. Если кто-то хочет, пусть приедет, борется вместе с нами, а потом будет говорить, что будет делать из московских кабинетов. А потом Московой говорил о наших братьях украинцев с той стороны. Надо договориться. Примирение. И это не нота, которую Россия продвигала. Вы слушаете подкаст «Вавилон Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон Берлин», герои подкаста «Вавилон Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Пилар Банетт. Испанская журналистка. 15 лет работала в корпункте испанской газеты «Эль Паис» в Москве, еще при Советском Союзе. Освещала события перестройки и падения коммунистических режимов в Восточной Европе. После нескольких лет работы в Германии вернулась в Москву в конце 90-х. Была одним из ведущих политических аналитиков, допущенных в личном качестве на интервью с первыми лицами государства. Автор нескольких книг, в том числе биографии Бориса Ельцина с подзаголовком «Провинциал в Кремле». Работала во многих отдаленных регионах России. С середины нулевых неоднократно и длительно бывала в Украине. Наблюдала события в Крыму до и во время его аннексии. Рассказывал своим читателям о военных действиях на востоке Украины с 2014 года. О Мариуполе, Иловайске, Харькове, Донецке. Полевые записи журналиста, неиспользованные фрагменты интервью и другие материалы восточно-украинских командировок стали основой книги Пилар Банетт, с названием которой «Кораблекрушение истории» мы и начнем. Давай поговорим о структуре книги. У нее есть география и есть временные отрезки. Да. Сначала надо говорить о названии. Злово «науфрагоз», которое имеет коннотации, контекст хороший, понятный. На испанском языке по-русски звучит просто ужасно, потому что это потерпевший кораблекрушение. Это никакое название не может передать. Империя. Может быть, если корректно это перевести, это может быть империя после катастрофы. Или выжившие империи, или брошенные империи. Люди, которые оказались в каком-то пространстве и не знают, тонут ли они или выживут. А под заголовок, как вы это прокомментируете? Пограничные записки. Ну вот я столкнулась с этим, что это слово «науфрагоз» с трудом переводится. Хотя в России есть море, но она более континентальная. На самом деле книга возникла из другого проекта, который не закончен. Я хотела писать о поиске идентичности всех государств вокруг России, кроме Привальтики. И поэтому я, когда вернулась в Россию в 2000 году, путешествовала по этим местам. Я была в Таджикистане, я была в Туркменистане, я была в Казахстане, по Кавказу, я была в Молдове, Белоруссии. В Чесни это было тогда? Ну, речь шла о государственной границе. Я понимаю. Я записывала это. Это было для себя, чтобы понимать, как определяется идентичность после крушения империи. На что они базируют? На сопротивлении тех, которые были на существовании, за отрицание. И найти мотивы. Мне это было страшно интересно, как они восстановили прошлое, придумали прошлое, какой процент, образно говоря, придумано, какой процент не придумано. Для меня это был кайф. Я 20 лет кайфовалась с точки зрения интеллектуальной задачи, понимать, как они себя определяют. Книга должна была быть путешествия по границам России. А когда война пришла на окончательную фазу, да, в феврале 2-го года, тогда я видела, что у меня очень много по Украине. Если я делаю все вокруг, это будет бескребетно. Но объем уима, да, что я сделаю только Украина и Россия. Потому что это вошло действительно в острую фазу. Да, да, и потому что имеют вектор движения и жизни, да, драйв. А все остальное, это были коллекции картин. Я прекрасно понимаю этот проект, потому что я сама пыталась заниматься примерно тем же. Поисками самочувствия, поисками идентичности людей в разных странах вокруг России и разных регионах постсоветского пространства. Ну да, это реально то, что и сопровождалось конфликтами, и сейчас вылилось в войну в Украине как манифестацию этого всего. Да, но кроме этого у меня был другой проект, это черные непризнанные государства. Но это имело свою собственную жизнь. Потому что я моталась по Южной Осетии, по Абхазии, по Пренестрове. Пренестрове. Потому что есть мои тетрады, которые я все время использую, и дневники, которые в компьютер, да, куски, которые не вошли в статьи, звуковые записи, которые не отработаны. Потому что идет интервью, которое тебе интересно там, а здесь тоже. Значит, рука с одной стороны, ухо с другой. А где не было уха, ты не слышала. Вот это особенность нашей работы. Но еще мои дневники такие стационарные. И фотографии. Потому что я много фотографировала, чтобы не забыть и чтобы фиксировать. Например, когда я была в Крыму, я была без времени аннексии Крыма, я была там. Все время аннексии Крыма? Да. Это было задание редакции? Ну, частично да, частично нет. Дело в том, что я 18 февраля ездила из Москвы в Крым. Потому что у меня было ощущение, что что-то может там произойти. И как только мой самолет приземлился, я получаю сообщение с газеты, что ты делаешь в Крыму? И когда я ответила, они мне сказали, на Майдане идет разня. Да, надо заниматься новостью сегодня, а не новостью послезавтра. Я мчалась в Киеве. Я потом вернулась в Крым. А вернулась через Харьков, Донецк на машину. И я составила вот все эти вещи по пути. Потом я месяц сидела в Крыму, потому что я очень боялась. Если я отсюда уеду, мне не позволят возвращаться. И поэтому я жила в Симферополе целый месяц. И когда я уехала окончательно после этого, я по пути в аэропорт снимала афиши на улице, вывески. Потому что я поняла, что будут новые власти, и все это уничтожит. Например, я прекрасно помню до сих пор перед аэропортом Симферопол, Нью-Йорк. Не знаю, сколько гривен. Путешествовать с нами. И Симферопол можно было по всему миру. Макдональдс. Фотографирую. Не успела фотографировать то, что я очень сожалела. Церковь Александровневский. Там была выписка, которая была написана. Реставрирована под патронатом президента Кучна. С помощью Куницын. Симферопол. На следующий путешествий в Симферопол, это уже было то же самое место, то же самое выписка. Там была построена по патронатам Владимира Владимировича Путина. То же самое. И после этого я еще зафиксировала Херсонес. Кто помогал в реконструкции. Пошла на кладбище русских солдатов, которые сражались на Кримском войне в XIX веке. Тоже реконструировал патронат Куницын. Я даже фотографировала. Я не знаю, как сейчас выглядит. Но я как сумасшедшая. То, что я могла, реконструировала. Ну вот, все это лежало и лежало. И я объединила и занималась техникой монтажа. Есть три составляющие. Есть мои дневники по Криму. Есть мои дневники по Донбассу. Не только в 2014. Я ездила каждый год. До 2020, когда я уехала. Но в Крим я последний раз была. Последний путь в числе – это с 19-го года. Большая глава Мариуполя. Первая глава. И там даты 2004-2014. Нет, Мариуполь – это рассказ. Потому что вот структура. Есть дневники. Есть исторический контекст, который проницает дневники. Например, если я читаю, что дневники недостаточно ясны, я добавляю другим шрифтом, чтобы было быть надо. Но там три блока. История, контекст, дневники и рассказы. А Мариуполь – это рассказ. Но этот рассказ основан на моих ощущениях. Я была в Мариуполе осенью 19-го с группой журналистов в командировку европейского сообщества. Там проходило первый большой симпозиум, чтобы собрать деньги для восстановления Донецкой области. Потому что они хотели делать витрину, чтобы привлечь. И Мариуполь был главным. Прокомментирую сразу. Я была в Мариуполе в 18-м году. И мне тоже показалось, что украинские власти хотят сделать Мариуполь, я не побоюсь этого слова, хипстерским центром. Да, да, да. Действительно, культурная витрина востока Украины. Поэтому я с каким-то ужасом наблюдала за разрушением тех усилий огромных, культурных и финансовых, которые были вложены в этот город совершенно явно. Вот именно. А это была замечательная поездка. Оказалось, куча инвесторов. Селенский появился. Первый форум такого рода. И сделаем из Мариуполя витрину. Была осень, погода прекрасна. Погуляли, настолько все расслабили. Мы на море, с какими-то ко-working, да. И было ощущение, что это возможно. И я вышла оттуда, как с другой ощущением. Но я это построила по-другому. Вот они симпозиумы сделали около оперного театра. Такой шатер. И ухода они распространили буклеты о инвестиционный проект. Я взяла один из этих, чуть не умерла хохота. Потому что все были на линии фронта. Все. Такие наивные проекты. Нужно столько миллионов, чтобы делать теплицу для помодоров. Отремонтировать кинотеатр мир. И все это было как сюрреализм. Когда я видела, что русские сделали потом свой буклет об остановлении в Мариуполе. Я каюсь. Мне было смешно. Потому что в конце концов это было наивное ожидание и ставку на жизнь. А Россия делает ставку на смерть. Поэтому эта глава, это противоречивая дух буклеток, если хочешь. Там я не могу описать, но я описываю чуть-чуть, как русские едут туда. И с одной рукой разрушают, с другой стороны тебе дадут какой-то конфет. И даже отправляют тебе яйца в православную церковь, написанную с большим небом. Ты говоришь о драматическом театре. Драматическом театре, да. Драматическом театре, да. Тут приходит на ум, конечно, театр, который был разбомблен, где прятались мирные жители. И который превратился, собственно, в братскую могилу под этим бомбанным. Это об этом театре речь идет? Да, да, да. Драматическое. То, что будет сейчас называться, как они хотят, русский драматический театр. Я боюсь, что я могу много говорить про Мариуполь. Потому что вот особый цинизм, с которым российские военные и вообще политическое руководство подошли к разрушению этого города, не устает меня поражать, потому что его архитектурное наследие связано с модерном. Делали город питерские архитекторы. И когда я увидела, во что превратили центр города в документальном фильме Манта Саквидаравичеса, который там погиб, как мы знаем. У меня просто, я не знаю, сказать, что волосы встали у меня дыбом на голове. И я была в этих зданиях, в этих музеях, которые лежат в руинах. Улица Куинжи, это самый центр. Я понимаю, что, наверное, тем, кто не видел этого всего, пускай два буклета посмотрят. Да, вот именно, потому что я читала московское буклеты, это институт проектирования, они сделали буклет. Я отсюда даже сняла вот этот буклет и сравнивала. И каюсь, кто бы мне сказал, я не смеялась бы. Мы вернемся после объявлений. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода Лайф. Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Испанская журналистка Пилар Банет и ее книга о крушении постсоветской империи на Украинском фронте. Записки журналиста, истории городов и людей, взгляд западного наблюдателя. Вернемся немножко к Крыму. Вот там какие-то человеческие истории. Там много человеческих историй. Ну, я, конечно, выбирала, поскольку новое написано. По мере возможности, пока не имею сознательно. Я просто сама ставила в позицию медиум, да, или транслатор. То, что я вижу, нравится мне или не нравится, я передам. Настолько, что я даже, когда есть мои собственные размышления, и если я ошибалась, когда я сделала прогноз, я оставила эти ошибки. Я не хотела гладить. Я хотела, чтобы все эти вещи отвечали на тот момент, когда они были. И, конечно, отработка есть, как без редакции. Мне очень хотелось какие-то вещи от себя, потому что это показывает, что я как аналиста не такая. Но я это не сделала. А какие твои прогнозы не сбылись? Или твои ожидания? У меня не было никакого ожидания. У меня было только поражение. Я была настолько поражена, что все это происходит перед моими глазами. Я настоящий фанат памяти. И для меня задача как можно больше накопить. И это результат, что я сейчас отработала для книги пленки. И появились вещи, которые я вообще не предполагала. Например, кто открыл ворот Славянск? Стрелкова, священник православный. Это говорит Нелли Степан, бывший мэр Славянска. Но она вышла из встреч с Таруто. Это было 14 апреля, если я помню. И она рассказала, как это было. Как они приехали, как их приютили. Это был православный центр. Правильно, неправильно, не знаю. Но это вариант, который никто не отработал. Например, во время аннексии бродил по Симферополу первый президент Крыма, Нежков. Он бродил как призрак. Потому что он свой шанс имел в начале 90-х. Это не произошло. И сейчас приехали другие. И он никому не нужен. И даже на праздник в Кремль не пригласили. Он бродил по улице. Я брала у него интервью. Но все это, понимаешь, в конце концов, одно страничку. Это не так много. Или Иван Граш, который был руководителем партии очень много лет. Ну, такие вещи. Или предположение, почему Россия не подписала договоренность 21 февраля. Договоренность оппозиции Янукович, которую Россия не подписала. Про 2014 год речь? Да, 2014. Вот какие-то вещи, которые добавляют, какие-то маленькие кусочки на историю. И у меня здесь есть отработка интервью, 4-часовое интервью с Сахаршенко. С Александром? Да. А где ты брала у него это интервью? В гостинице, в кафе. В Донецке. И он пошел на это интервью, зная, что ты западный журналист. Да. Ну, можно с ними общаться, как с другими. Я претендую не быть президентом. Я просто читаю, что надо поговорить со всеми, как положено. Но я сознательно никогда не нарушала украинское законодательство. И никогда не летела из Москвы в Симферопон, и никогда не ехала через Ростов. Но это означало, что я была устала, как до предела. Нельзя сказать, что украинская власть помогала. Надо было куча разрешений, чтобы ехать. Но не говоря, что уже я жила в Москве, значит, из Москвы до Киева, Киева бумага. И с этими бумагами можешь до Крыма. У тебя разрешение на один раз в течение трех месяцев. Процедура одна для Крыма, другая для Донецка. Для Донецка нужно ФСВ, СБУ и армия. Для Крыма – Министерство миграции и национальности. Значит, процедуры совсем разные. А в Донецке тебе нужно их разрешение со стороны ДНР. Получается, что ты после двух дней перипедии оказываешься на месте полумёртвым. Это очень утомительно, но очень поучительно. Потому что я таким образом почувствовала, какие трудности у людей. Которые перемещаются, да? Конечно. У меня был тот же самый опыт, когда мы работали в Киеве. И я за это ему признательна. Потому что, когда ты переезжаешь на автобусе Украино-Российскую границу, ты на своей шкуре понимаешь, что испытывают эти простые люди, которые по своим семейным делам, не знаю, медицинским делам, со своими там баулами, чемоданами, детьми перемещаются. И я могу только представить, что было сейчас, когда начались бомбёжки Киева, когда началась эвакуация людей массовой. Здесь очень много этих людей на постах. Но они часть этого ландшафта. Да, не только субъектов этих регионов. Ну, например, есть поездка на фронт с Москалем. Геннадий Москал. Расскажи. Мы договорились, я еду в Северную Донецку. Но он ждёт меня в галстуке. И поехали на фронт. Я не договаривалась с ним ехать на фронт. Да, ну нет, он ведёт, он говорит, это лучшая маскировка, что на галстуке. То есть он без бронежилета? Без ничего. А я не была подготовлена. Мы едем на какой-то пост. Солдаты очень напряжённые. Потому что только что у них были нападения. Да, и какие-то раны. Приезжают сюда и начинают стрелять. Нас выгоняют отсюда немедленно. Потом мы знали, что был один мёртв. Ну, и бродили по местам, разговаривали. Ну, вот я описываю это. Или я описываю, когда в Крыму в августе 2014-го было большое собрание, чтобы процесс создания Новой России. Это в Крыму в августе, представь себе. Там Глазьев, Шепшенко и ещё не знаю кто-то. Пригласили кучу иностранцев из этих сепаратистов, да, из разных мест, которые очень охота идут на любое приглашение. Но они не приехали почему-то. И пару наших коллег из Москвы, которые думали, что здесь будет стрелков и бородай, поехали туда. Но и не было ни бородай, ни стрелков. А в тот день стало известно матери солдатов. Они объявили, что российские мальчики из Псковской дивизии, разных мест, боюют, что Россия возит их туда. Они не знают, куда ехали. И начинали уже появляться трупы в России. Это было первое расследование, из-за которого стало возможным предъявить факты войны и наличие российских военных там. Потому что до того, как мы помним, Путин это отрицал, вообще российская власть это отрицала. Это называется «Другая конференция Ялта», потому что все это было в Ялте. И у тебя есть референс к Ялтинской конференции? Конечно, «Другая Ялта». Это единственное место, где я позволила быть героем. Все остальное – я за кулисами. Но здесь появилось так, что когда было время вопросов, я думала, что я делаю, какая я журналистка, если я об этой теме не спрашиваю. И я, конечно, подняла руку и сказала, что вы думаете, что вы сказали, вы матери? Они начали меня сказать, вы занимаетесь клеветой, докажите. Вот так, это полностью, они обручились на меня. Никто из наших коллег не помог, ни слова не сказали. Это ужас. Пошла дальше. Мне показалось, что я обнаружила тренинг между Мозговой, который был там, и москвичей. Мозговой приехал прямо из фронта. У него погибали люди. И он в какой-то момент, я сказала, я чувствую себя неудобно здесь, в этом месте отдыха. Если кто-то хочет создать Новороссийск, пусть приедет к нам, борется вместе с нами, а потом будет говорить, что будет делать из московских кабинетов. А потом был один элемент, Мозговой говорил, наши братья украинцы в той стране, надо договориться. Пролетарская нота, примирение, и это не нота, которую Россия продвигала. И я вот в какой-то момент я говорю, вы здесь единственный реальный человек. Можно согласиться с вами или нет, но вы каждый день рискуете жизнью. А те разбирают бумагу в Москве. Но ты не представляешь, что было. Но в конце концов, все это закончилось. У меня голова валит страшно. Приходит к мне один старик. Говорит, я такой-такой капитан второго ранга. Я говорю, я вас приглашаю в наш дискуссионный клуб в Севастополе, потому что мало людей, которые могут настаивать на свою точку зрения. Я говорю, слушайте, я не могу к вам. Большое спасибо. Это единственная положительная эмоция. Вот это рассказ есть. Я не использовала в газете. Газета никогда не знала, что все это. Звонили. Ну, я сказала, ничего, ничего, ничего не произошло. На самом деле, потом они какие-то информации из этой дали. Показали меня. Я сказала, что все было хорошо, кроме какой-то корреспондент из газетенка, которая занималась хулиганством. Да, газетенка. Одна из самых оптимизированных газет Европы. Ну, это были разные истории. Почему я прошу тебя эти истории рассказать? Ну, потому что важно показать материал, с которым ты работала. А у тебя вот есть идеи, что эту книгу можно перевести на русский? Ну, может быть, но это уже от меня не зависит. Книга принадлежит издательству. Но там очень много историй, которые можно... Ну, например, рассказывает тетя Поля около Саур-могилы, рассказывает, как это было. Какие-то столкновения появляются украинские солдаты и носят что-то в сумке. И просит, может она отдать пакет. Да, а что вы носите? Носит голову убитого товарища. Ее размышления. Здесь несколько строк, больше нет. А когда я это знала, я собиралась им дать старый пакет, но искал новый, чистый пакет. Потому что смерти... Нельзя играть со смертью. Да, смерть – это уважаемое дело. Несколько строк. Но это, мне кажется, мурашки по коже из этой истории. Или почему Сахаршенко, да? Вопрос идентичности, который меня так тревожит и интересует. Сахаршенко рассказывал, что в 2012 году, когда был чемпионат Европы по футболу в Донецке, он сидел на трибуне и махал украинский флаг. И кричал «Украина, Украина!». Проходит два года, и он говорит, как настоящий... Поэтому я оставила. И без этого корпуса, нарратива, шаблонами, имперской, уже своя. Русские непобедимые. Мы строили... Я оставила это. Не трогать. А что с ним случилось-то за эти два года? Как ты думаешь? Вот вопрос тебе. И параллельно у меня вопрос про Крым. Вот как ты это помнишь? Я читала через год после 14-го... Один журналистский отчет, где прям буквально за два месяца было показано изменение настроений политической элиты, которая была сначала ориентирована на Киев, но очень быстро ориентировалась на Москву. И, вероятно, это как-то и на людей влияло тоже. Это решалось по-другому. Но ключевой вопрос, что партия регионов, это был элемент, который объединила русскоязычная Украина к Киеву. И когда партия регионов перестанет существовать, то они как сироты не знают, что делать. Они дезориентированы. В Крыму еще есть какие-то пророссийские партии. Они были меньше, но существовали. И поэтому все организуется достаточно легко, я сказала бы. В Донецке это не было, потому что Россия играла с партией регионов. И надо было быстро найти замену. И поэтому очень много таких случайных людей. Донбасс, которые нет в Крыму. Худо верно, но эти политики пророссийские, они уже существовали. Но все-таки это было более структурировано. А в Донецке нет. И по моим свиданиям, очень быстро пророссийские маргиналы из Донецка искали контакты с россиянами. Все это происходило очень быстро. Вот один из них говорит, ну до сих пор они работали в Москве. Только с партией регионов. Нам не хотели работать. И надо было быстро-быстро перестроиться. Но что интересно тоже, потому что я ездила в разных местах похода, события. Ты можешь видеть, что россияне использовали те же самые тактики везде. Но это объявление новой России, как клише, превращая царское административное деление в какое-то культурное понятие и мир, то, что не было, да. И попробовали взять то, что потом взяли частично, да. И с Одессы до Харкова механизм тоже самое. Народный мэр или народный губернатор. Захват репрезентативное здание. Может быть парламент, может быть другой. Флаг немедленно на фасады. Потом формирование какой-то парламента, неважно как, захвата всех мест, где было оружие. И все это как по нотам. Да, абсолютно. Сцена именно тут же. Но вот у донецких, объясни, почему в Харькове не случилось и в Одессе не случилось, а в Донецке и Луганске, да. До конца нет. Но в Харькове была власть русскоговорящая, которая в конце концов решила по каким-то мотивам, користно или идеологически, остаться за Украиной. А в Донецке это был второстепенный персонаж, маргинал, который сами ничего не представляли. Они, как только ты снимаешь Янукович и регионал, они остались в шатане. И там другая конфигурация. А в Одессе это были пророссийские партии. Мне кажется, что у каждой региона было по-разному, и результат было то, что есть. Самое стабильное это было Кремо. Пророссийское настроение было достаточно сильно, потом артикулировано. Это, наверное, морская база и электорат военный. Да, да, да. А вот в Донецке это кто? Слесары, телохранители, те, которые уехали. Они никогда не занимались политикой по-серьезному. Это вот не крупные руководители, ничего. Пришлось в Россию объявить это. По-английски это тютеры. Но те, которые наблюдали. Кураторы. Кураторы. Институт куратора. Были очень сильно в Донецке, потому что они, как это, оставить их трудно было. Ну, тут еще и, конечно, очень интересен сам момент вот этого военного, практически, захвата центральных зданий. Как это сработало? Почему это сработало в Донецке и Луганске? Почему это невозможно было в том же Мариуполе, где, наоборот, проходили жесточайшие бои, которые закончились победой украинской стороны? Но Мариупол туда, сюда. Это долго длилось. И я помню, здание милиции, которое было обстреляно российскими боевиками, сохраняли в центре города, как исторический памятник. Это была фактически часть экскурсии. А вот и тоже в Донецке, по-моему, играл роль, что Ахметов взял сторону Киева. И это тоже. Вообще, вот фигура Ахметова, того, как она менялась с 2014 года. Собственно, вот на начало войны это очень любопытная история. Я помню плакат на улице Киева в мае 2014 года. Ренат, ты с кем? Огромный плакат. И он, значит, делает потом все-таки выбор. И его усилия, это в том числе вот этот Мариуполь как ворота, как витрина, точнее, как витрина Украины. Да, это была, как она называется, это симпозиум мировой. Очень пышная, когда я была там в ноябре 2019-го. Там был мировой банк, был ООН, все были. У тебя есть проиловайска? Да, кусок только. По-моему, нет ничего особенного. Девальцевая есть. Все равно ты говоришь о трагических эпизодах 2014-го года. То, что я видела. Я была в Девальцево, но видела вот этот город, который полно разрушен с людьми. Ну, типичная история, которую мы видели тысячу раз. Ну, просто я описываю, какие разговоры были с людьми. Ну, то, что они рассказали, так я написала. Ну, просто сфиксировали. То, что я не видела, я не фиксирую. А, скажи мне, пожалуйста, они обвиняли кого? Украинскую сторону, русскую сторону. Как они вообще это воспринимали? Я была там, когда туда вернулся ДНР. Ты помнишь, Минские соглашения были на фоне Девальцево. И поскольку Украина была в очень трудном положении, она приняла в Минске условия, которые не были выгодны. Вот я ехала в Девальцево, когда она уже опята в руках ДНР. Белар, твоя книга открывается картами этих пространств. А чем она заканчивается? У тебя есть какой-то вывод из того, что ты наблюдала 10 лет? Самая трудная с выводами. Ну, что процесс поиска идентичности – это сложный процесс. Но иногда изменение идентичности происходит мгновенно. И непонятно, почему это одно. Потом, что реальность имеет очень много голосов. Трудно все эти голосов объединить в какой-то общий интеграл. И вообще, это книга против шаблонов, книга против заголовок. Все люди. И это происходит с людьми. Неважно. Люди, которым беда жить в ограниченной зоне, в эпоху турбуленции. В военных действиях. Да. И я очень надеюсь, что тот, кто читает, может делать свой вывод из чтения этой истории. Здесь вывода не делается. Это такая была эпоха, такие были люди, прочитайте. И, может быть, там видят вещи, которые я не видела. Для меня было очень интересно видеть вещи, которые я не видела. Когда я начала видеть, что схема захвата тоже самое, я об этом не думала. А друг думает. Ого, охо, охо, охо. Это говорит нам о заранее спланированной конструкции. А у тебя были люди, которые сначала у них была такая пророссийская какая-то ориентация. А потом они решали. Заговорю-ка я по-украински. Или там не заговорю, допустим, но вот я понимаю там, что делает Киев. Или в этой зоне это вообще... Конечно, были люди... Вот, например, я не могу назвать человек, который работает официально в администрации, да. И один прекрасный день встречаешься с этим человеком на улице. И человек говорит, я уверена, что мы победим их, что они отсюда уходят. И он доверяет иностранных журналистов и рассказывает это на улице. А ты уже понимаешь, что у тебя есть уже союзник. На этот человек можешь полагаться, потому что он тебе по мере возможности будет откровен. Но такие вещи были неожиданно. И, ну, и пророчный момент. Вот Москва, он, когда мы ездили на фронт, на машине, он говорит, я уверена, что Путин возвращается. Они будут возвращаться и будут взять это, это, это. Ну, все, по нотам. Поэтому я читаю, важно вот то, что сказал. Для меня самое большое награждение было, если кто-то из этих записок нашел элементов, чтобы делать какой-то вывод. Я всегда говорю, это как акведукт, да. А ты, когда это акведукт, ты там на углу пишешь, я был здесь, Брутус. Пилар Банетт. Книга «Кораблекрушение империи. Восток Украины как поле исторической битвы». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok